Фотовыставка «Брянский рабочий в лицах» посвящена всем, кто внес вклад в развитие как самой редакции, так и брянской журналистики. Это легендарный редактор «Брянского рабочего», возглавлял его в 20 лет, с конца 50-х до конца 70-х. Особо любимый журналистами руководитель издания «Фронтовик Сталинградец», потерявший ногу на войне Григорий Бубенок. На фотографиях и другие журналисты, ветераны Великой Отечественной, те, кто под пулями готовил свежие номера. Это наша история, наша замечательная начинальность. Ветеранов редакции, тех, кто всю жизнь отдал журналистике, работе в «Брянском рабочем» честовали на самом высоком уровне. Спасибо вам за ваш труд, за профессионализм, за предельность профессии, доброго вам здоровья, благополучия вам и вашим детям. Вы сегодня служите профессиональным и нравственным ориентиром для молодых журналистов, передавая им богатый свой год. За век газета «Брянский рабочий» стала настоящим летописцем родного края. Каждый номер – объективный взгляд на жизнь области. Авторитет брянского рабочего, его статус выдвигал особые требования к журналистам, желающим работать в этой газете. Это было мечтой любого районного газетчика. Каждый мечтал, но попасть было действительно непросто. Нужно было зарекомендовать себя конкретными, боевыми, высококвалифицированными материалами, которые шли через брянские рабочие. После этого могли предложить. Заявление не принимали. «Брянский рабочий» открыл путь в журналистику всесоюзного масштаба целой плеяди талантливых корреспондентов. Заметки репортажей издания за эти годы рассказывали о проблемах простых тружеников. Благодаря газете решались самые насущные вопросы. И сегодня журналисты «Брянского рабочего» держат заданную предшественниками планку. Хотя работать стало легче. Изменилась газета, конечно, очень сильно, но, главным образом, в техническом плане, если раньше ее отливали строчки на ленотипах, наборщицы набирали, таская поддоны на пузе буквально, то теперь современная техника нам помогает, программа ин-дизайн и прочее. Я когда начинала, мы еще возили газету полоски на пленках, областную типографию. Ну, а теперь посылаем по электронке, и все очень быстро. Объективность, скрупулезное исследование фактов, работа в гуще событий, свежие новости политики, экономики, спорта, от экспертов и очевидцев, профессиональная кредо журналистов газеты. Нужно бывать на соревнованиях. Если вот есть люди, которые не бывают, а потом по телефону что-то узнают, это уже неинтересно. То есть должен человек быть в этом центре событий спортивных. Если он не бывает там, то, я думаю, что и не стоит писать это. Из рук губернатора Александра Богомаза сотрудники Брянского рабочего получили почетные грамоты. Желаю вам интересных собеседий, ярких тем для страницы знаний и тесной связи с вашими предназначениями. С правильным. Также журналисты Брянского рабочего удостоились почетных грамот областной думы и главного федерального инспектора. Артемий Маркелов, Игорь Винничук. События. Брянск.